Приливы есть во всех делах русских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 18 февраля. Агафья – коровница. День назван в честь святой мученицы Агафьи. Она пострадала за веру Христову. Ее жестоко истязали, отрезали сосцы, кинули в темницу. В полночь явился ей святой апостол Петр в образе благолепного старца, чтобы исцелить ее. Агафья отказалась, сказал, что имеет Господа Иисуса Христа, который одним мановением все исцеляет. Петр в ответ сказал, что он послал меня к тебе, девица, ибо я его апостол. Посмотри, ты исцелилась. Тело ее вновь стало здоровым. Вот такое вот исцеление по мне, а не то, что там, что-то там ждать. В этот день на Руси поминают отошедших в мир иной отцов-прадедов, чтобы не забывать родовые связи. А умершим насильственной смертью в церкви ставили свечку. Мученица Агафья почиталась в народе покровительницей домашнего скота, оберегающей его от болезни. Поэтому ей сегодня молились. Считалось, что в этот день по селам ходит коровья смерть. Ее представляли в образе старухи в белом саване или страшной женщины с руками-граблями. Она обладала способностью обращаться в различных животных черного цвета. Было поверье, что сама коровья смерть не может войти в село. Ее можно только завести вместе с товарами, обозами и прочими вещами. Помочь справиться с коровьей смертью может только борозда. Решив опахивать свое село, женщины и девушки тайно собирались ночью в одних белых рубахах с распущенными волосами. Вместе упрягались в саху и проводили борозду вокруг деревни. При этом обязательно откидывали землю или снег в сторону противоположную деревне. А на перекрестках чертили кресты. А управляла сахой целомудренная девица, либо вдова. Дополнительно в хлевах вешали старые лапти, пропитанные дегтем. В ночь на Агафью не спали, защищались от бесов. Чтобы они не проникли в дом, трубы замазывали глиной, в щели втыкали в веточки чертополоха. Это позволялось защититься и не допустить в дом бесов. Ведь проникнув в дом, они могли легко войти в спящего человека и навести порчу. А в бодрствующего проникнуть невозможно. Поэтому сегодня и не спали. Приметы. Морозный день к ранней весне и хорошему лету. Нет снега или ударил мороз к летней засухе. Если сегодня тепло, конец зиме. Белый снег на землю ляжет и грехи мои замажет. Снова чисто, снова ново. И душа запеть готова. Про любовь и красоту, нежность, силу, доброту. Все, что в небо увлекает и с творцом соединяет. 24 лунные сутки. В эти лунные сутки начинается пробуждение природных сил для нового лунного цикла. Естественно, этот процесс происходит и в человеческом организме. Причем активируется творческая мужская энергетика, которую можно использовать на созидание чего-то нового. Или выполнять тяжелую и продолжительную физическую нагрузку. Тренировку, в конце концов. Если этого не сделать сегодня, то творческие силы, не получив должного выхода, могут навредить, либо исчезнуть за ненадобностью. День подходит и для интимной близости. С целью реализации мужской энергии. Питание доверьтесь вкусам, но не переедайте. 25 лунные сутки. Энергетика этих лунных суток после мощного выплеска предыдущего слаба. Соответственно, и человек чувствует себя опустошенным, склонным к уединению и пассивному созерцанию. И это правильно. Надо накопить энергию. А для этого никуда не спешите. Отдыхайте. День подходит для водных, расслабляющих и восстанавливающих процедур. Хорошо покопаться в своем сознании и очистить его от негативных мыслей и настроений. Причем подойдите к этому процессу с философским уклоном. А для этого помедитируйте, порассуждайте о смысле жизни. Найдите опору. Что касается физической нагрузки, то неспешные прогулки подходят лучше всего. И желательно сделать это на природе. Уважаемые посетители канала. Для вас моя личная библиотека авторская. По ссылке, которую я даю под каждой программой, вы можете перейти в библиотеку и бесплатно воспользоваться моими книгами. Будете знать столько, сколько знаю я. Всего наилучшего!